Во время пандемии люди остаются дома. И это правильно. Но, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, донорская кровь по-прежнему необходима. Напомнить об этом и призван марафон «Оставайся донором», организованный с участием региональных объединений «Молодежка ОНФ». Мы решили дать клич по нашим волонтерам, которые выезжают на акцию «Мы вместе», вообще по людям, которые решатся сдать, чтобы прийти и сдать ту кровь, которая действительно нужна. Потому что пандемия, пандемия, а все равно аварии остаются, какие-то еще такие случаи, когда человеку действительно необходима кровь, и действительно донор может спасти чью-то жизнь. Чтобы слова не расходились с делом, волонтеры подкрепят призыв личным участием. Во время марафона донорами станут множество добровольцев. Они надеются, что вдохновят и остальных людей своим примером. А также у нас есть небольшой такой список из примерно 20 человек, которые при любой необходимости могут приехать и сдать кровь. То есть пока этой необходимости нет, но они на готове сидят и ждут. Сделать доброе дело может каждый. Если вы здоровы, не контактировали с инфицированными и не находитесь на карантине, вас ждут на станциях переливания крови. Желательно для этого предварительно записаться по номеру, который вы видите на экране. Там у вас спросят вашу группу крови и вызовут, если переливание понадобится. Бояться не нужно. На станциях переливания соблюдают меры предосторожности. Помещение регулярно обрабатывается. Одновременно кровь сдаёт не более пяти человек и находятся они на безопасном расстоянии друг от друга. За здоровьем донорам следят внимательно. Владислав Миронов уже три года сдаёт свою кровь редкой группой. Четвёртый – положительной. Заметил, что анализы проверяют тщательной, а в анкете появились новые вопросы. Какая бы ситуация в стране не была, я считаю, что всё равно нужно сдавать кровь, потому что всё равно есть такие люди, которые нуждаются в этом. Усилились меры по безопасности, то есть проверяют температуру, меряют, также проходят антисептики, обеззараживают. Была анкета, которая даётся всегда, плюс ещё был небольшой бланк, в котором был перечень вопросов, получается, связанный с тем, выезжали ли мы из нашего региона куда-то, контрактировали ли мы с людьми больными к COVID-19 и так далее. Запасы крови должны постоянно пополняться, ведь её компоненты имеют ограниченный срок хранения. Поддержка доноров всегда необходима службе крови. Одна донация способна спасти три жизни, и эпидемия не должна стать этому помехой. Мария Шумейкина, Дмитрий Наякшин, Анна Мусатова. Область новостей.